Вы упомянули о кризисе, который сейчас в разгаре в Европе. Хотелось бы еще раз уточнить этот вопрос касаемо украинской экономики. Мы не так давно на своем сайте проводили опрос наших читателей. В голосовании приняло участие, если не память не изменяет, почти 2600 человек. И к нашему удивлению, примерно 80% из них говорят о том, что кризис в Украине не закончился. И они ожидают второго витка или, по крайней мере, его нового развития. Наши чиновники тоже, на самом деле, не полны особым оптимизмом. Звучат разные сроки. Если помните, Тимошенко в бытность премьером говорил о том, что он закончится год назад, два года назад. Недавно Николай Янович говорил о том, что прогнозирует, что кризис закончится в камбусе 2011 года. Вот на Вархе все-таки, стоит ли, во-первых, есть ли кризис у нас, до сих пор ли он продолжается, и когда он может закончиться? Ну, я думаю, что все зависит от того, что мы называем кризисом. Давайте тогда определимся. Если говорить о том, что прекратился спад производства, то кризис закончился. Если говорить о том, что мы достигли по производству объемов, например, хотя бы 2007 года, или там середина 2008 года, перед тем, как разразился кризис, то мы еще далеки от этого. Я думаю, что по уровню ВВП мы достигнем до кризиса уровня где-то в 2013 году. Ну, не раньше, я думаю, что даже в 2012 году мы не сможем еще экономикой не выйти, чем найти объемы производства, которые были до кризиса. Поэтому я бы охарактеризовала сегодняшнюю ситуацию как, ну, скажем, достаточно вверхную стабилизацию. То есть мы действительно, экономика стабилизировалась. Банковская система начинает работать в том направлении, в котором надо, потому что в 2010 год банковская система прошла под эгидой «берем деньги в население и вкладываем государственные облигации». Сейчас уже берем деньги в население и ищем хороших заемщиков, то есть в реальном секторе. Поэтому это та система, которая действительно, ну, по этой системе банки должны работать, да, то есть мы должны вкладывать деньги в реальную экономику. Поэтому я думаю, что если все, как-то, если не будет внешних потрясений, и если Украина будет продолжать сотрудничать с МВФ, то, ну, вот эти вот, как бы, стабилизация, да, она перейдет в такой уверенный, уверенный рост, да, уверенный рост экономики. Тогда мы уже можем говорить о том, что мы вышли из кризиса. Спасибо.